Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Конрад Витц. Немецкий и швейцарский художник считаются одним из основоположников искусства Северного Возрождения. Я цитирую Википедию. Предполагается, что Конрад Витц родился в Ротвайле около 1400 года. В 1434 году вошел в дилю художников Базеля. Возможно, учился у нидерландских мастеров, либо совершил путешествие в Нидерланды, так как в его произведениях прослеживается влияние художников этой страны. Весьма вероятно, также контакты с Бургундской скульптурной школой, в том числе знакомство с творчеством Клауса Слютера. В 1444 году по приглашению членов Базельского собора кардинала Франсуаде Мисса, епископа Женевского, Конрад Витц приехал из Женеву, где исполнил картину для главного алтаря в соборе Святого Петра. Самым известным произведением Витца считается чудесный улов, созданный в 1444 году для алтаря Женевского собора Святого Петра. В числе наиболее значимых произведений Витца алтарный образ зерцала искупления человечества, выполненный для Базельского августинского монастыря. Работы Витца представлены в музее Женевы, Базеля, Неаполя, Дижона, Нюрнберга, Герта, Берлина, Нью-Йорка. Умер Конрад Витц в 1446 году, вероятно от чумы. Ну вот так вкратце о немецком и швейцарском художнике, который считается одним из основоположников искусства Северного Возрождения, Конрад Витц. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»